Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Мы продолжаем знакомство с удивительным миром декорирования помещений, встречей с вечно зелёным и многолетним, и крайне декоративным папоротником Циртумиум Фалкату Рахфордианом. Яркий представитель флоры Японии и восточной части Китая, а также центральной и восточной части Азии, благодаря устойчивости к понижению температуры, начал своё победное шествие по странам мира, с Европы, с её более тёплыми климатическими условиями. В частности, прекрасно адаптировался во Франции, как великолепный элемент архитектурного декоративно-садового озеленения осваивая тенистые и полутенистые участки садово-парковых комплексов. Несмотря на выносливость, стойкость и высокую декоративность крайне неохотно активируются. Японские подоболистные папоротника отличаются тем, что имеют здоровые, крупные, блестящие листья с зазубренными краями и вазообразную точку роста. При пробуждении к росту новые листовые пластины второго ряда вай измрудно-зелёные, нежные и очень мягкие. По мере роста и взросления созревают до тёмного покрытым ровным глянцем зелёным цвета и остаются таковыми в течение всего года. На примере прошлогодней увядающей ваи можно хорошо рассмотреть спороносные мешочки со спорангами. Возрастной лист претерпевает изменения, постепенно меняя жёсткость. Создаётся впечатление, что наш папоротник шелестит листвой. Вызарившие споры – золотисто-рыжевая оттенка и располагаются снизу листовых пластинок. Спелые споры просто собрать при помощи листа бумаги. Они хорошо заметны под спороносными листьями и легко осыпаются. Любители ювелирного искусства в растениеводстве вполне могут самостоятельно попробовать прорастить споры, создав благоприятную среду для прорастания на влажном торфяном мхе уже в конце февраля. Поросль прорастает при температуре от 20 до 22 градусов в питательную среду. Следует держать постоянно увлажнённый, используя для этого тепличку. Развиваются споранги вместе с ростом молодой ваи. Обильные кожистые ваи располагаются на прямо стоячих, опушённых, чешуйчатых черешках. Светло-коричневые корневища, в свою очередь, также густо покрыты опушённым налётом. Циртомиум – это вечно зелёный папоротник с маленьким периодом покоя, который обычно растёт в плотном, вазообразном скоплении ваи. Название рода в переводе с греческого происходит от слова «киртос» – «арочный». Ваи папоротника образуют величественные своды. Как вы можете наблюдать, несмотря на ноябрь месяц, мой экземпляр активно наращивает ваи. В комнатном озеленении циртомиум доставляет сплошное удовольствие. Он не так требовательен к увлажнению воздуха и освещению, как его тропические сородичи, и хорошо переносит зиму. Располагаясь в напольном 8-литровом пластиковом горшке с широким верхом, циртомиум хорошо разрастается и образует новые короны. Традиционный почвенный субстрат я составляю самостоятельно, используя верховой нераскисленный торт, гумус, речной песок, мелкие фракции древесного угля, моксфаклы и кусочки сосновой коры. Обеспечьте регулярный полив 1-2 раза в неделю в зависимости от температуры и влажности воздуха. По мере просыхания верхнего слоя почвы водой обратно в космос и комнатной температуры. Папоротник будет признателен за подкорубку гумусовыми удобрениями 2 раза в месяц. Циртомиум обогатит интерьер квартиры и будет выигрышно смотреться, располагаясь в напольных горшках. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Тера Хайлинг и ставьте лайки.